привет девчонки это маша сегодня мы вместе нарастим ногти на стекловолокно это ну наверное один из самых простых если не самый простой способ наращивания ногтей ну и кроме того это довольно быстро также стекловолокно это отличный материал для ремонта ногтей для донаращивания небольшой углы недостающих параллелей ну и в принципе я считаю что кусочек стекловолокна должен быть у каждого мастера и также этот материал под силу домашнему пользователю который хочет нарастить ногти впервые давайте разберемся во всех тонкостях и нюансах наращивание на стекловолокно вместе как у нас заведено сначала подготовим ручки не будем обходить стороной такой залипательный этап нашей работы ну и тогда уже после перейдем главной вкусняшки этого видео а именно нарастим ногти на стекловолокно пока мы пилим давайте поговорим что вообще такое это стекловолокно если вдруг не в курсе и что с ним делать ну во-первых им можно закладывать трещины ногтей добавлять недостающие уголки осуществлять разного рода ремонт а еще это интересный способ наращивания он легкий наверное один из самых простых новички или домашние пользователи сделают такие ногти как минимум нормально без каких-то особых косяков и она будет держаться так как ногти стекловолокно очень прочная и что приятно более лояльные вопросах архитектуры то есть если нету ногтя апекса или он не там где надо это все равно будет носиться скорее всего попади стекловолокно в руки профи то принадлежащем исходнике конечно же профессионал сможет соорудить скажем арочный миндаль или действительно четкий арочный квадрат но профи для такого наращивания наверное все же другую технику предпочтет а еще по слухам стекловолокно тяжело и крайне мерзко грызть поэтому часто такие ногти рекомендуется для грызунов я над грызунчиками так не издевалась но такой радикальный метод избавления от вредной привычки звучит как что-то действенное хотя с другой стороны если человек все же будет продолжать грызть эти ногти мне кажется что есть вероятность того что это может закончиться чем-то нехорошим иголочки стекловолокна в геле не растворяются они остаются такими же и если разгрызть гель который их связывает стекловолокно будет торчать пиваться в десна ну в общем у всех есть фантазия давайте закончим этот ужастик также всем кто умеет пользоваться гуглом известно что стекловолокно требует аккуратности в работе желательно работать над вытяжкой или хотя бы над влажной салфеткой чтобы обрезки как минимум не разлетались и было легче убрать с рабочего места эти тонкие невидимые заноски по этой же причине работаем только в перчатках не разносим стекловолокно по рукам клиента по своим рукам не даем клиентам играться с мягкими кисточками на кончиках пальцев они коварны не клиенты кисточки ну и стекловолокно да она действительно может впиваться в кожу вызывать раздражение эти заноски совсем не видно но они очень досаждают к счастью вопрос часто решается обычным мытьем рук с мылом ну и конечно же мы не вдыхаем опил от стекловолокна этому в интернетах отвели отдельный параграф опасности конечно же это все интернетные глупости что якобы пыль от стекловолокна вреднее для дыхательных путей чем обычный опил с любых ногтей никаким гелевым опилом нельзя дышать никаким и не нужно из разных видов маникюрных опилков выбирать большее зло ему не место в наших легких будь это опилки чужих ногтей измельченного в пыль гель лака или стекловолокна но кстати мультифорум заявляют что в составе их нитей нет стекла они заменили стекло в составе на полимер так что бренд позиционирует свой продукт как полимерные нити они стекловолокно конечно же на глаз этого не измерить но вот нашла такую информацию про этот продукт так ногти подготовили про технику безопасности поговорили теперь давайте делу в этот раз я решила опробовать эти самые полимерные нити от мультифорум думаю вам тоже интересно будет посмотреть на обзор этого продукта ну и вот такой вот наборчик ко мне приехал бренд упаковал вообще все необходимое для того чтобы нарастить ногти от салфетки подстелить под руки прочих расходников которые есть и любого мастера типа палочек безборсовых спонжиков до кисти точнее двух две упаковки лакшери стекловолокна и разница в размере маленькая 43 сантиметра большое 130 ну и как мне показалось толщина самого канатика большой пачки чуть отличается но наверное все же показалось гели для такого наращивания удобно упакованы шприцах естественно удобно если приноровиться забегая наперед я скажу что сам гель отлично выравнивается так что немного набить руку и можно сделать идеальное выравнивание прямо шприца но поначалу это конечно будет очень непривычно в беленьких шприцах конструирующий гель у меня два а именно красивый удачный беж и просто прозрачный кстати на момент выхода этого видео я бежевый шприц уже приделала его хватило на двоих человек но и буквально капелюшечка еще осталось но еще по поводу расхода материала на эти же два наращивания плюс несколько ремонтов и несколько до наращиваний я потратила половину большой пачки волокна но сказать что с волокном я не экономила ничего не сказать по поводу упаковки я не сразу поняла что в наборе есть база она в черном шприце с наклейкой с черным текстом не видно ничего пока кто-то не подскажет лично я курс от мультифорус посмотрела и тогда уже все стало на свои места на самом деле это база и кстати неплохая сделаем заготовочки вот так это предлагает делать мастер-классе от бренда на подложке которая шла в наборе прижимаем крепенько пальцем краешек и с другой стороны распушиваем палочкой такой как бы веер перевернув делаем то же самое со вторым хвостиком на веер наступили пальчиком и палочкой расправляем ворсинки а в конце все это нужно хорошенько раскатать чтобы расплющить все это в гладкое полотно стекловолокна без промежутков между ниточками все конечно круто удобно я только подложку из этого процесса исключила она не лозится по столу и я решила что все то же самое можно делать без подложки на столе просто убедитесь что на столе нет пыли какой-то грязьки и вперед не знаю мне так проще бумажка может быть полезна в заготовке таких вот заготовок наделала себе и пусть хранятся вот в такой вот ленте просто брать их по необходимости то кто-то угол сломал то кому-то какой-то ноготок надо растить нужно трещинку заложить удобно когда она уже раскатана скрепляю это все гелем и конечно же на эти цели можно пустить совершенно любой гель может быть сроки годности у каких-то гелей поистекали или просто неудачный гель-лак не понравился даже пусть это будет цветной гель-лак ну чтоб хороший гель не переводить по времени такая работа приблизительно одинаково с бумажными формами что бумажку вырезать подставлять что раскатывать эти заготовочки но единственное что бумажные формы не нарежешь заранее а стекловолокно можно как-то по черновому подготовить еще до прихода клиента подготовка ногтей для наращивания совершенно такая же как обычно убрав пыльку дегидрировав мы наносим базу я ставлю по капельке на все ногти из черного шприца и кисточкой которая была в наборе втираю в ноготь делаю сразу всю руку и сразу всю руку сушу единственное прошу чтобы большой пальчик немножечко вывернуть в лампе по возможности чтобы хорошо просохла внешняя половинка ногтя далее где-то на первую треть ногтя выкладываю колбаску геля и распределяю ну как предлагают мастер-классе носиком аппликатора но конечно же кому удобнее кистью можно это делать кистью на этот гель мы устанавливаем стекловолокно и очень важно пропитать гелем все полотно стекловолокна от начала до кончика натурального ногтя и по бокам в том числе чтобы ниточки стекловолокна четко продолжали точки в роста так волокна сами по себе белесые а когда они тонут гели становятся как будто одним целым это означает что уже можно сушить кстати излишки стекловолокна по бокам ногтя мы убираем только после сушки также после сушки мы подрезаем лишние волосинки по форме удобнее всего это делать кусачками потому что из-под ножниц ворсинки постоянно норовят удрать а кусачками удобно даже черновую форму миндаль подрезать вот так дальше снова беремся за аппликатор наносим гель поближе к основанию волокон и растаскиваем так чтобы прикрыть стык между волокнами и ногтем ну и затем уже бачком аппликатора разгладить гель по ниточкам нужно приловчиться к этому шприцу целом идея хорошая удобная я пробовала также делать и кисточкой ну и конечно же кисточкой лично мне привычнее ловчее но ко всему нужно привыкать на 10 секунде зажимаем арочку вообще каждому геля нужно искать свой подход и вот этот от мультифорус мы зажимаем на 10 секунд на 10 секунде сушки салфеткой смоченной в клинсере чтобы процесс был эффективнее чтобы гель быстрее остывал если ровненько распределить гель по волокнам то и арочка зажмется ровно без перегиба в каких-то местах или как-то искривлений изнанки в наращивании тоже нужно обязательно заполнять чтобы при опиле ниточки не топорщились и не отслаивались из-под ногтя теперь нужно опилить ноготь по форме убрать ступеньку на стыке ногтя и волокон ну и немного выгладить поверхность ноготка но работаем только с гелем не нужно допиливаться до волокон перед следующим этапом обязательно убираем пыльку обезжириваем под кутикулой и выкладываем гелем архитектуру кистью я промазываю скользящий слой а выравнивание выполняю прямо из аппликатора выдавила горошинку геля на аппет и кончиком аппликатора помогая распределиться нагнув ноготок кончиком вниз гель просто прекрасно выравнивается и его по сути нужно только немножечко направить перед сушкой чуть-чуть подправляю блики кисточкой и уже сушу ноготки на изи я бы не сказала что это намного быстрее чем обычное наращивание но точно сто процентов легче ну и теперь давайте это украсим в моде сейчас всякий заковыристый крупный металлический минималистический декор ура давайте его и делать я такое очень люблю а вы в качестве подфоновки под декор накидаю линии из паутинки просто что-то неопределенное парочку каких-то рандомных брызгов паутинки и на кислотную густую базу усаживаю крупные металлические бусины с нашей любимой алишки я их заказывала очень давно ссылки конечно же уже не актуальны но если вы поищете просто в поиске на алиэкспресс какой-то металлический декор уверенно найдете много интересного в общем главный секрет установки крупного декора на ногти кислотность баз чем кислотнее база тем круче она держит декор густота к делу отношения не имеет и отвечает просто за комфорт в работе чтобы тяжелые стразы не скользили по ногтю но их можно конечно придерживает до полимеризации это неудобно и поэтому я советую брать не просто кислотную базу а еще и при этом густую также важно декор закрепить так чтобы он не цеплялся если за бусины будет что-то цепляться они быстро оторвутся это же касается и страз и закрепляем мы тоже конечно же базой когда декор достаточно хорошо закреплен для всяких механических повреждений можем заняться декоративным промазыванием глянцевым топом или же как в нашем варианте матовым топ я наношу в обход декора прикрываю матовым базу которые мы обходили бусинки и также не наношу матовый топ непосредственно на паутинку чтобы она осталась глянцевой ну вот сразу маленькая оговорочка клиентка в принципе нормально живет со стразами кристалл пикси ей нипочем хотя я например с холодком вспоминаю эту царапучую шершавость а она нормально живет с крупными стразами но вот эти штуки ей мешали она их содрала говорит что мешали очень сильно на самом деле это ожидаемо тут уж у кого на что хватит нервов и на такую красоту в том числе все мы разные но сами ногти в идеале она присылала видео что она делает с этими ногтями поверьте это ужас любого мастера кровь в жилах замирает и тем не менее стекловолокно относилась очень хорошо на сегодняшний день ногтям 4 недели и я уже жду эти ручки на коррекцию подписывайтесь чтобы не пропустить а еще напоминаю что у нас с вами в инстаграм есть свой хэштег маша креет по которому вы показываете свои работы на которые вас вдохновили мои видео мне очень интересно посмотреть на ваши фото отчетики я их лайкаю и делаю скриншоты которые показываю в конце своих видео поставьте этому видео лайк если оно вам понравилось здесь есть еще парочка видосиков которые могут быть вам интересны это подпишитесь на мой канал если вы еще не подписаны и заглядывайте ко мне в инстаграм а с вами была я маша до скорого до конца